Очень хорошо помню события 1993 года, в том числе позицию, возникшей на фоне конституционного кризиса 1993 года. Команда «Яблоко», тогда еще будущего избирательного блока на выборах в Госдуму, критика этой конституции и голосование против этой конституции, действующей. Я тоже, как избиратель, голосовал против проекта Конституции 12 декабря 1993 года. Конституция воспринималась как часть операции насилия Ельцина и его группы. Она была внедрена в Россию именно через эту операцию, не являлась никаким общественным договором, не воспринималась как продукт согласия, общественного согласия и для общества своей не является. То есть действующая конституция России для абсолютного большинства жителей России ценностью не является. Это не говоря уже о том, что результаты голосования по конституции, реальные и достоверные, не будут известны никогда. Все бюллетени были уничтожены. И известна ситуация по воспоминаниям, когда тогдашний глава Центра сборка Морябов зашел к Ельцину с реальными результатами референдума по Конституции, голосованию по Конституции, а вышел оттуда с листком бумаги, где рукой Ельцина были нарисованы правильные проценты. После этого было принято решение об уничтожении бюллетеней. И вот в ситуации, когда Конституция не воспринимается как общественное достояние, все, что с ней происходит в глазах общества, это происходит с чужой Конституцией и не воспринимается людьми как угроза себе. То есть абсолютно большинство жителей России не воспринимают ни Конституцию как документ прямого действия. Помните, как после 1993 года была на самом деле реальная революция в праве. Россия впервые получила Конституцию прямого действия. И суды могли основывать свои решения непосредственно на нормах Конституции. Несмотря на все эти действительно революционные правовые изменения, Конституция чужая для большинства людей. И то, что сейчас делает с ней Путин, людей абсолютно в большинстве своем не волнует. Мы с вами понимаем меру угрозы. Одновременно мы понимаем, что Путин вырос и стал тем, кем он является при действующей Конституции. И она ему не помешала. По большому счету то, что он сейчас делает, это устранение каких-то мелких помех. Обратите внимание, дьявол скрыт в деталях. Самая важная часть пакета, поданного Путиным в Госдуму, Самая важная часть из этих 29 листов, это приложение к проекту закона, на котором перечислены 34 проекта федеральных законов и федеральных конституционных законов, которые должны быть изменены, и отдельный федеральный закон, который должен быть принят в Государственном Совете. Вот это и есть программа государственной реформы. В этой программе влиять на эту программу общество не сможет никак. Это будет принято действующим парламентом, тоже в режиме спецоперации. Не исключу, что вообще на одной сессии Госдумы. Там будет приниматься много пакетов, потому что у нас есть ограничения по изданию правовых актов о внесении изменений в отдельные законодательные акты в одном пакете. То есть не все это можно сделать одной кнопкой, но нажмут 25 кнопок подряд, нажмут 35, нажмут. И там-то будет все основное. Все, что внесено сегодня в Госдуму, это оболочка. Там практически нет реального содержания. Все новации этого пакета можно перечислить по пальцам одной руки. Это изъятие слова подряд, не совсем понятно для кого, потому что не исключена и реинкарнация Путина. Это возможно. Политически это возможно. Существенным является возможность отставки судей высших судов по инициативе Путина. Это очень существенно. Существенным является появление словосочетания общественной безопасности в перечне силовых структур. Это создает возможность для появления Министерства или Комитета общественной безопасности в дополнении к ФСБ, МВД и другим силовым структурам. Если вынуть соль из этих 29 листов, то получится буквально несколько пунктов. А все остальное – это условия для принятия вот этих федеральных законов и федеральных конституционных законов. Угроза реально может быть более значительной, чем мы сейчас себе представляем. Я знаю многих специалистов в области права, которые, увидев поправки к Конституции, выдохнули и сказали, ну ничего себе, мы-то ждали, а он чижика съел. Вот еще непонятно, что вырастет из этого чижика. Поэтому, возвращаясь к нашей общественной задаче, сейчас, обращаясь к обществу с нашими будущими инициативами по Конституции, мы обращаемся к обществу, для большинства которого эта Конституция непонятна, неблизка и неценна. Это резко сужает вот на этот момент, скажем так, на сегодняшний день, ту аудиторию, которая нас слышит. Вместе с тем, обсуждая альтернативу поправкам Путина, объясняя, что значат эти поправки, потому что, вспомните тот шок, когда был внесен закон о поправке, первый час, пока он не появился на сайте Госдумы, большая часть, скажем так, специалистов по Конституции в телеграм-каналах писала, нет, это всего лишь закон о процедуре, не может быть, не может быть, они же только что создали вот эту группу из 75, но это невозможно, невозможно, писали люди с информацией, с источниками, с авторитетом, и через час стало понятно, что это и есть сама поправка. Еще обратите внимание, закон не о поправках Конституции, закон о поправке, то есть все 22 статьи объединены в единую консолидированную поправку, и учитывая специальный статус этого закона, это не федеральный закон, это не федеральный конституционный закон, это закон о поправке Конституции Российской Федерации. Так вот, субъектом внесения поправки к этому закону является только одно лицо. То лицо, которое внесло закон о поправке в Госдуму, то есть Путин. Ни депутаты Госдумы, ни члены Совета Федерации, ни парламента субъектов Федерации не могут вносить поправки в этот закон. Только сам Путин может внести его в новую редакцию. Это уникальная правовая конструкция. Впервые она была апробирована в 2008 году, когда подобного рода закон уже принимался Госдумой. Но тогда на это не обратили внимания, а господин Плигин выступал с детальным комментарием, это есть в стенограмме Госдумы 2008 года, что, господа, обратите внимание, никаких поправок к этому закону у нас быть не может. Только от субъекта право законодательной инициативы. Это только сам президент. Закон о поправке Конституции – это отдельный специальный закон. У него особый статус. Он принимается второй раз за всю историю России. Я сейчас не про трещение. Коллеги, у меня есть такое предложение. Сергей Викторович, я не сомневаюсь, что у вас есть и дополнение, и предложение. Хорошо. Я хочу подчеркнуть, что это закон с особым статусом, что, скорее всего, мы же увидим это с вами до 6 февраля. Обратите внимание, когда принимаются обычные федеральные законы, то, как правило, ответственный комитет дает на внесение поправок к этим законам месяц и более. Сейчас предложено вносить поправки, по сути, предложение в течение 15 дней. Скорее всего, все поправки, вносимые кем бы то ни было, будут рассматриваться Путиным, и новая редакция будет вноситься самим Путиным. Сегодня на пресс-конференции учредители общественного комитета прозвучало о том, что через законодательное собрание, где у нас есть 4 фракции, мы будем выносить также свои предложения в виде поправок. Срок внесения этих поправок в Госдуму через любые институты и инструменты истекает 6 февраля. Ближайшая сессия Псковского областного собрания депутатов, единственная до 6 февраля, состоится в четверг 30 января на будущей неделе. Профильный комитет по законодательству, где я работаю заместителем председателя, будет заседать в среду, 29 февраля, в 14 часов. Если я как депутат успею внести альтернативный проект к проекту постановления областного собрания, куда двое суток назад во внеочередном порядке внесен проект постановления о поддержке законодательной инициативы Путина, то я успею внести его на рассмотрение Псковского областного собрания. Если до 29 числа включительно я не успею это сделать, то воспользоваться возможностью с нашими будущими поправками будет невозможно. График заседания парламента Республики Карелия и законодательного собрания Петербурга я не знаю. Поэтому нам нужно определиться, я буду завершать Борис Григорьевич, определиться с несколькими вещами. Первое, это не сию минуту, но это предмет очень близких решений. Первое, готовы ли мы работать и вносить свои предложения в том регламентном цикле, который предложен Путиным и Государственной Думой, при котором 6 февраля истекает срок внесения поправок, чьих бы то ни было, 11 февраля, 2 чтение, и нужно понимать, что закон будет принят до всенародного голосования. Он пройдет все парламентские стадии. Вопрос только в одном, будет ли его подписывать Путин до всенародного голосования, скорее всего нет. Дождется. Вещь вторая. У нас есть два пути действия. Действие первое. Идти в том же жанре, что и Путин, и предложить наиболее принципиальные пункты. Такая юридическая техника возможна. Вещь вторая. Сделать то, о чем мы несколько раз уже говорили. Разработать, не ориентируясь ни на какие официальные сроки Конституции от Яблока. Или в том числе от той общественной группы, которая сейчас заявила о своем создании сегодня. И тогда это будет полноценная политическая альтернатива. И если затрагивать тему предстоящих, неважно когда, выборов, это может быть сердцевиной программы партии Яблока на выборах в Государственную Думу, когда бы они не состоялись. Поскольку это будет системный документ. В завершение хочу обратиться к тем присутствующим, кто является членом общественного комитета по борьбе за конституцию и конституционные права граждан. Сегодня на пресс-конференции состав комитета не прозвучал. Мне, допустим, было бы важно как депутату и лицу замещающему госдолжность в Сковском областном собрании депутатов в комитете по законодательству понимать, как члены политкомитета Яблока могут принять участие в работе этого комитета в силу своей сферы профессиональной деятельности. Но я так понимаю, что это должно быть обсуждено каким-то отдельным образом, поскольку состав членов общественного комитета, кроме тех, кто давал сегодняшнюю пресс-конференцию, на эту минуту неизвестен.